Как говорил герой фильма, Москва слезам не верит, скоро не будет ничего, ни театров, ни кино, одно сплошное телевидение. Конечно, он был прав лишь отчасти. Телевидение действительно стало частью жизни каждого человека, живущего на нашей планете. Ведь телевидение — это и новости, и документальные фильмы, и художественные, это телешоу, и концерты, это передачи на самые различные темы жизни. 21 ноября отмечается Всемирный день телевидения. Сегодня почти в каждом городе есть свой телеканал. Наш телеканал «Видное ТВ», перешагнув рубеж совершеннолетия, в следующем году отметит юбилей — 20 лет. Чем живет он сегодня, что кроется за тем, что мы видим на экране? О трудностях и интересностях работы на местном телевидении в нашем сюжете. Что такое телевидение, знают все. Далеко не все знают тонкости профессии телевизионщика. Ведь зрители видят только главный продукт, тот, который они наблюдают на экране. Что-то вроде конфетки в яркой золоченой обертке. Давайте попробуем развернуть эту обертку и посмотрим, что же там внутри. Коллектив телеканала «Видное ТВ» небольшой, но очень дружный. Мы не только вместе работаем, но и вместе отдыхаем, праздники отмечаем. И даже могу сказать, что первое место, куда я принес своего новорожденного сына, вот прямо из роддома, это была моя работа. Я пришел сюда с ним, взял его на руки и показал. Говорю, смотри, Паша, это твое будущее. И все-таки на первом месте работа. Итак, Акимова у нас берет совхоз Ленина. Кать, ты берешь развилку, есть координаты, надо будет связаться и договориться о съемках. Благодаря тому, что я работаю на телеканале «Видное ТВ», я научилась стрелять, плавать, еще много чего. Работа телекомпании – это слаженный, трудоемкий процесс. Что-то вроде конвейера. Сначала корреспондент с оператором, затем корреспондент с монтажером создают то, что потом зритель видит на экране. Каждый человек в нашем коллективе как звено большой цепи. Нужен, важен, незаменим. Вот Женя Садовский. Его вы не увидите на экране, но без его участия не обходится ни один фильм, ни один ролик. Или Лена Кошелева. Складывая из картинок видеоряд, создает сюжеты. А это наш Дмитрий Николаевич. За каждое дело берется с большой ответственностью. Именно от него во многом зависит, как будет выглядеть лицо телеканала, то есть наш ведущий. Самое главное, чтобы телезритель удовлетворен был. Роль ведущего на телевидении очень велика. Наталья Буслаевой каждый день необходимо выглядеть на ура. Здравствуйте, в эфире телеканала «Видное ТВ» информационный выпуск новостей. С вами в студии Наталья Буслаева. Смотрите сегодня в нашем выпуске. На меня возлагается большая ответственность. Я должна передать настроение. Должна всегда быть сама в хорошем настроении. Поэтому, чтобы действительно рассказать о наших репортажах, всегда быть подготовленной и в курсе событий. В коллективе есть старожилы. Их, без сомнения, знает в лицо весь город. Елена Бабина, Олег Федоров. Корифеи местного телевидения. Это необычный мир. Необычный мир, который захватывает, который увлекает. И я не знаю, как бы сложилась моя судьба, если бы я не оказался на телевидении. Но то, что раз уж это случилось, я безумно этому счастлив. Вот уже 17-й год я работаю на телекомпании «Видное ТВ». Люди приходили, уходили, возвращались обратно на наше телевидение. Вы знаете, всегда, во все времена атмосфера, которая присутствовала на нашем телеканале, на нашей студии, такая, что сюда хочется утром приходить, а вечером не хочется уходить с работы. Атмосфера в телестудии действительно теплая. Это неспроста люди возвращаются сюда. После школы я пришла сюда работать. Мне было 17 лет. Меня взяли учеником ассистента-оператора. И потом я пошла в институт, получила высшее образование операторское. И после этого уже ушла на центральное телевидение, поработав там и получив еще образование одно режиссерское. И проработав, по-моему, лет 9 где-то так на центральных каналах, на различных центральных каналах, я вернулась сюда. Потому что мне здесь очень нравится. А еще у нас подрастает молодая гвардия, юные журналисты, которые вот уже без малого 3 года делают передачу для школьников «Наше время». Кто знает, может быть, пройдет время, и эти ребята достойно займут места корреспондентов, операторов, ведущих. А пока для них это просто интересная игра. Клево! Вообще, на самом деле, не очень боялся. Но помню, меня пыталась толкнуть, и едет у меня собака. Ой, я все просто красиво! Вот так и живет наш телеканал, стараясь показывать и рассказывать вам, телезрителям, жизнь города и района. Татьяна Брылова, Александр Ильин, Евгений Садовский, Видное ТВ. Конечно, вас поздравляю еще с днем телевидения! АПЛОДИСМЕНТЫ